Когда решение проблемы с нарушением закона сводится только к задержаниям и приговорам, а количество самых преступлений не уменьшается, справедливо предположить, что где-то государственная машина работает не совсем верно. Это предположение можно легко подтвердить на примере постоянных разоблачений подпольных залов игровых автоматов. Несмотря на громкие заявления министра внутренних дел Арсена Авакова на усиленную работу милиционеров, на подключение к закрытию этих учреждений активистов, игровые залы как работали, так и работают во всех уголках Украины. Конечно, нелегально и подпольно. Последнее такое заведение разоблачили в Белой Церкви. С помощью участников АТО и общественности было выявлено и задокументировано факт работы, изъято 13 игровых автоматов. Пока милиционеры пытаются активно бороться с незаконным бизнесом, в парламенте есть законопроекты о легализации азартных заведений. Правозащитники выступают за, поддерживают и предприниматели. Должны быть выделены определенные зоны, должны быть в соответствии с законом, в отдельных гостиницах, зонах отдыха, возможность доступа к таким зонам. Легализация игорных заведений, как и вопрос легализации проституции, натыкается на широкое сопротивление общественности. Однако, если сделать все правильно, то игорный бизнес мог бы приносить государству солидные прибыли. Пока же государство получает от игорного бизнеса только штрафы за закрытие точек, подобных той, что разоблачили в Белой Церкви.